Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 мая и вот я только что рассказывала о том, что испытания куума закончились не очень хорошо, я ожидала не тот результат, и что томат куума я больше не буду использовать, выращивать для получения раннего урожая. Возможно, он лучше покажет себя в теплице, что он сильно уступил моим вот этим вот сибирским томатам, что вот эти вот мои проверенные закаленыши сибиряки, они дали намного лучший результат, чем куум. Куум только вырос до потолка сильно, уперся в потолок, а кистей нанизал не очень много. И вот про второй эксперимент, который тоже неудачный, разочаровалась я и в жесткой пикировке, я сейчас покажу, вот прям не отходя от этого ботяни. Начну. В этом году все мои постоянные зрители знают, что у меня весной я пораньше посеяла некоторые сорта томатов для того, чтобы провести эксперимент под кодовыми названиями условными, там, дети подземелья и меч самурая. Вот как раз остатки детей подземелья, вот сейчас сижу я и пытаюсь на вес вот так вот попробовать, сколько интересно весит эта кисть, это кошмар, это такой тяжелый вес, они здоровые вот эти ботяне. Я боюсь вот так показать вес его, потому что он может обломиться. Но это как раз остатки, вот видите написано дети, остатки детей подземелья. Когда я насыпала слишком много семян и поняла, что для того, чтобы испытать, узнать дети подземелья, консервация рассада удачно пройдет или нет, достаточно всего несколько штук. А остальные были такие красивые, такие вот толстые, жирные, мне жалко их было спускать в подземелье, я их высадила сюда в первую очередь. И вот эти остатки детей подземелья, именно они и дали мне самые хорошие результаты. Вот тут и любимый праздник, я вот говорила, видите тоже, вон она бурая помидорка, он начал спеть и пудовик, и тяжеловес Сибири, все прекрасно. И оставшиеся, которые были в подвале, они тоже месяц просидели, не умерли, ничего, я их позже покажу, детей, они цветут уже там в другой теплице. Но я сейчас буду рассказывать о плачевном результате меч-самурая. Я снимала видео и сказала, мне очень нравится сорт Добарао, как бы я хотела, чтобы он был поменьше, не 2,5 метра, а хотя бы метр или метр пятьдесят. И я сказала, что вот этим вот процедурой меч-самурая, когда жесткая пикировка, когда обрезаешь рассаду от корня, я хочу сделать Добарао золотой карлика. Ну то есть, чтобы он плодоносить начал низко-низко, так же вот как, например, как ботяня, и чтобы было много томатов, но они вот так вот по всем шли, 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 шли вверх. Сейчас я покажу вам, какой ужас получился. В мечтах он у меня выглядел вот так, что недалеко от земли должны начаться кисти, но это опять же любимый праздник, но это дети подземелья. А меч-самурая у меня выглядит вот так, смотрите, вот земля. Ждем кистей, идем, 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 ждем кистей, ждем кистей. Фиг вам кистей, ждем, ждем. И только в конце теплицы он, как всегда, у меня уперся. Вот видите, они уперлись. Вот эти даже листья подгорели, их нужно уже обрезать. И смотрите, получилось так. Из этого я сделала вывод, что не все томаты можно обрезав превратить в таких культурных карликов. Я думала, он будет, ну вот такой, ну пусть вот там начнутся кисточки и будут кисти висеть, 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 как у других нормальных томатов. Но вероятно у него генетически, прям на генном уровне так заложено вот это вот стремление в высоту. Раз он указан 2,5 метра и хоть сколько его обрезай, он и будет 2 метра. И он растет и растет и растет и растет. Вот этот, видите, написано, вот, меч доборал золотой. Я его обрезала один раз. Жесткую пикировку сделала, усадила в стакан. Все есть видеоролики, вот сейчас подсказки в самом начале видео будут выскакивать. Посмотрите, кому интересно. Он хорошо прижился, он даже не почувствовал, что я его обрезала. Корни моментально образовались. И он начал снова расти и наравне с другими, которые не обрезаны, он опять стал таким же и даже выше. Вот когда он вырос еще и еще сильно выше, я обрезала его еще раз. Но уже после, не под корень, а после третьего листа. То есть еще и заглубило. И я предполагала, что он должен быть немножко карликом. Но на него это никак не подействовало. Он дальше опять начал расти, расти, расти. И я когда сюда его высадила, ну вот смотрите, здесь же у всех одинаковые условия. Что вот у этих томатов? Этим томатом, вот этим, им даже меньше света, потому что там света больше, а здесь меньше. И стоя во втором ряду, получая меньшее количество света, они же не стали вытягиваться. Видите, они даже не дошли еще до потолка, не уперлись в потолок. И весь, вся нижняя часть у них все нанизано, нанизано, нанизано вот этими плодами. Ну почему не может так сделать Добарау золотой? Ну я просто решила, что он очень упрямый, он очень целеустремленный. И у него вот эта генетическая память срабатывает так, что она ему не позволяет быть коротышкой. Ему сказано, вот с предыдущих поколений ему дали информацию, ты должен быть самый высокий, должен быть двухметровый. И он это свято помнит, выполняет, хоть его режь, хоть его бей, хоть его закапывай, он вырастает огромный. Причем вот эта вот Будулыжина, она толстая, этот ствол, его сложно как-то обвить. И он начинает вытягиваться, но он вытягивается не от недостатка света. Вы видите, он самым первым стоит. Ну короче, все, я разочаровалась. Я разочаровалась в жесткой пикировке, но опять же, я хочу сказать, как добавить, чтобы все правильно меня поняли. Я разочаровалась в жесткой пикировке только вот в своем этом методе и способе. У меня же он был направлен больше всего на такие, на совсем высокорослые. Вот у меня алые свечи и добарау золотой, которые больше двух метров вырастают. И я читала информацию, что не все сорта одинаково относятся к обрезанию вот к этому, к жесткой пикировке. Некоторые успокаиваются и действительно становятся поменьше, а некоторым ничто это не влияет на рост. И они вырастают огромные-огромные, такие же, как и должны были быть. Но вот я промахнулась с добарау золотым. Он не стал коротышкой, он не стал карликом культурным таким, чтобы вот внизу вот так вот кисти красиво висели. Я уже его представляла, если честно, в своей теплице. Думаю, тут будет ботяня весь увешанный. А рядом добарау золотой с маленькими такими золотистыми, красивыми желтенькими плодами, которые будут кисточками идти, идти, идти вверх. Фиг, не получилось. Ну, опять же, может быть, другие люди делают по-другому пикировку, другие сорта. Это не значит, что вы не должны пробовать. Это не значит, что все так плохо, что какой бы сорт вы ни взяли, и если вы сделаете жесткую пикировку, у вас получится вот такой вот ужас, как у меня. Нет, я говорю только о своем плачевном примере. Я точно знаю, что я больше на будущий год заниматься этим не буду. Добарау золотой обрезать не буду. Теперь он будет у меня расти, как и раньше, на улице. И розовый фламинго, и добарау золотой, и розовые эти алые свечи. Раз им предназначено природой быть вот такими вот. Видите, огромные какие. Ну, пусть они на улице растут такие. То же самое, что куум. Куум тоже вот такой у меня красивый. Этот я еще до этого кустами дошла. Красивый, огромный. Ну, что сказать. Прекрасное растение. Но для теплицы, для раннего урожая он не подходит категорически. По крайней мере, не подходит для наших условий. Все. Вот эти мои два видеоролика, может быть, кто-то послушает, посмотрит. И кого-то я, может быть, предостерегу от тех же шагов. Может, еще какая-нибудь умница в кавычках найдется, которая захочет сделать из добарау карлика. Сразу говорю, не связывайтесь с добарау. Он непоколебимый. Он идет и идет вверх. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Мои вот такие вот небольшие неудачи этого года, из которого складывается опыт, из которого складываются наши знания, наши удачные такие получения хороших урожаев. Когда мы все плохое и негативное отметаем в сторону, остается же только хорошее. Все. На будущий год, значит, будет плохих опытов меньше, больше хороших. А веселая помидорка лайкуша напоминает вам. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. Это поможет продвижению канала и будет автору очень приятно.